Всем добрый день! В предыдущем ролике я показала несколько простых упражнений с бутылочкой, которые помогают нам сгладить возрастные изменения в области щек. А именно, смоделировать овал лица, прокачать наши сколы, разгладить морщины в области щек. Но сегодня мы эти упражнения будем усложнять. И мы с вами будем корректировать еще такие проблемы, как область второго подбородка, ее уменьшать и подтягивать овал лица, то есть сглаживать такое явление, как бульдожьи щечки или брыли. Так вот, я напомню, что нам понадобится пластиковая бутылка объемом не более чем пол-литра. Поначалу пуста. По мере того, как вы осваиваете эти упражнения, и для вас они уже не представляют никакой сложности, на самом деле достаточно сложно выполнить сначала упражнение с бутылкой, вы начинаете добавлять небольшое количество воды, которая будет работать у вас как усилитель. И первое упражнение мы делаем классическое. Мы с вами просто-напросто будем удерживать бутылку одними губами в течение нескольких секунд, а потом и минут. Но желательно удерживать бутылку не более трех минут. Если вы чувствуете, что у вас не получается упражнения, бросайте. То есть, бросайте, вполне достаточно даже удержать бутылку в течение 10, 15, 20, 30 секунд. И потихонечку время экспозиции, то есть время выдержки у вас будет увеличиваться. Главное делать это упражнение правильно. То есть, вам нужно будет в горизонтальном положении обхватить бутылку одними губами. Зубы, челюсти в данном упражнении никаким образом не участвуют. И удерживать бутылку параллельно полу в течение нескольких секунд одними губами. То есть, мы с вами прорабатываем круговую мышцу наших губ. Но, а поскольку между собой все мышцы нашего лица каким-то образом состыкованы, да, взаимосвязаны, то, соответственно, мы с вами будем прорабатывать и включать в работу разные мышцы нашего лица. Отсюда и будет эффект. Так вот, удерживаем бутылку одними губами. Если вы чувствуете, что у вас горлышко начинает упираться в верхний ряд зубов, значит, мышцы устали, упражнения, все, достаточно прекратить. Если вы чувствуете, что у вас бутылка начинает дрожать, то есть, начинается, так называемый, тремор мышц лица, то же самое прекращайте. Или же вы видите, что у вас донышко бутылки начинает опускаться вниз. То есть, это тоже один из признаков того, что мышцы вашего лица устали. То есть, главная задача сделать мало, но правильно. Как только вы начинаете себе помогать зубами, да, удерживать зубами, ваше упражнение сходит к нулю. То есть, уже начинается не прокачка мышц лица, а фактически работа челюстей. Так вот, первое упражнение я просто-напросто показываю, да, не выдерживаю 3 минуты, не показываю своих возможностей и достижений, я просто показываю, как вы делаете. Остальные упражнения нужно делать дома в 2-3 подхода. Что значит подход? Подход – это 10 упражнений, которые я вам покажу. Не чистить где-то одно упражнение в секунду. Но, опять-таки, вы делаете дома не больше 2-3 подходов. Я понимаю, что хочется сразу откорректировать целый ряд проблем, но тут из принципа не навреди. То есть, все должно быть в меру. Итак, первое упражнение. Мы просто-напросто будем удерживать нашу бутылку одними губами. Походу, я вам буду показывать некоторые телодвижения. То есть, я буду говорить вам, да, показывать, что бутылка должна быть параллельно полу, что макушечку мы не должны запрокидывать, и то, что у нас на лице не должны нигде образовываться морщины залома. Если у вас уже морщины есть на лице, они могут, они могут, в принципе, проявиться еще чуть сильнее, потому что мы с вами прорабатываем мышцы лица. Ничего страшного. День-два, и у вас эти морщины сгладятся. Наша задача, чтобы под вот этим самым упражнением у нас не образовывались новые морщины залома. Итак, первое упражнение. В горизонтальном положении обхватываем бутылку губами и ее удерживаем несколько секунд. И достаточно. То есть, еще раз скажу вам, что вот сколько времени я выдержала, это не показатель, это не данный для вас. Делайте, желательно делать эти упражнения перед зеркалом, чтобы у вас был некий таймер, да, и вы следили за собой. То есть, то, что я показала, это не панацея, это просто-напросто показательное упражнение, как его делать. Если вы чувствуете, буквально уже после этого упражнения, несмотря на простоту, да, несмотря на, ну, простите, такое грубое слово, дурканутость, да, вот какая женщина будет с бутылкой заниматься, ну, попробуйте, да, и вы сразу прочувствуете проработку скуловых и щечных мышц. Поэтому, еще раз, если после этого упражнения вы чувствуете очень сильное напряжение, обязательно расслабьте мышцы лица. Расслабляем мы двумя способами. Либо фыркаем, и если у вас фыркать не получается, выдыхайте через нижнюю губу. Слегка приоткрываете челюсть и просто выдыхайте. Это первое упражнение. Второе упражнение. Мы с вами будем отводить бутылку нашу из стороны в сторону. То есть, вот это упражнение, в принципе, хорошее, да, само по себе. Можно бесконечно долго делать и прокачивать скуловые мышцы. Но, когда мы так делаем, особенно в старшей возрастной группе, так как мне там после 40 лет, мы сразу провоцируем на какой-то из сторон появление морщин, особенно в зоне носогубной складки. Поэтому наша задача сейчас будет то же самое. удерживать бутылку губами и отводить бутылку из стороны в сторону, при этом и не чистить. Одно отведение в секунду. Итак, один подход это 10 отведений. То есть, раз, два, три, четыре, и до десяти. Так показываю. И достаточно. То есть, вот таким вот образом. Я думаю, было заметно, что уже таких заломов на лице не образуется. Упражнение очень хорошее. Выпусы него, молчите. Обязательно расслабляйте мышцы своего лица и делайте два-три подхода. То есть, отдохнули, расслабили и опять делайте это упражнение. Следующее упражнение, которое мы с вами будем делать, оно уже ближе к нашей теме. Это бульдожьи щечки, брыли и область второго подбородка. Мы с вами, когда губами будем удерживать бутылку, языком будем выталкивать, пытаться выталкивать бутылку в горлышко. То есть, это эквивалент упражнений в гимнастике, если вы делались, вы делаете, когда язык у нас упирается, допустим, в зубы. Да? То есть, вот таким вот образом. Показала грубо, но чтобы вы ловили. Поэтому наша с вами задача. Плотно губами удерживаем бутылку и языком надавливаем нерезко. То есть, прочувствуйте нерезко на крышечку. И вы прочувствуете, как у вас в зоне круговой мышцы, в зоне губ у вас идет напряжение. То есть, круговая мышца рта начинает работать с большим усилием. Это упражнение не только прорабатывает область второго подбородка, подъязычные включаются мышцы, но и очень хорошо прорабатывает круговую мышцу рта. А значит, проблемы морщины вокруг рта, вертикальные, горизонтальные, так называемый кисетный рот, будут решаться. Плюс, мы с вами уже начинаем прорабатывать морщины марионетки. Это упражнение следующего нашего дня, когда мы с вами будем решать такую проблему, как морщины марионетки и маска скорби. Итак, приступаем. Я постараюсь показать, какие мышцы напрягаются. Это будет не так заметно, как в гимнастике, но, поверьте мне, это очень эффективно. Напоминаю, обхватываем, как обычно, приподнимаем и в таком положении языком будем пытаться выталкивать бутылку, то есть надавливать на нашу крышечку. И... И достаточно. Необычное упражнение, может быть, поначалу, знаете, будет не совсем понятно, но ваша задача здесь, чтобы вот хорошо проработать мышцы лица, это именно прочувствовать, что называется, да, не чистить, а удерживайте, надавливайте, ощущайте свои мышцы лица. Особенно если вы не чувствуете, да, вот как работают скуловые мышцы, то вот постарайтесь уловить именно как, как же они работают. Поэтому вот такое упражнение. Делайте медленно, делайте тщательно, делайте 2-3 подхода. И еще одно упражнение для прокачки и скуловых мышц, и щечных, и, соответственно, области второго подбородка. Мы с вами будем, удерживая бутылку, улыбаться. То есть вот, видите, как моделировать овал лица. Очень хорошее упражнение для проработки скуловых мышц. И в гимнастике мы с вами делали эквивалент такой, когда вытягивали лицо в положение хоу, фиксировали свою кожу, в таком положении улыбались. А теперь попробуйте улыбаться с бутылочкой. Показываю. И достаточно расслабим мышцы своего лица. То есть вы можете ощущения особых в области второго подбородка при данном упражнении не ощущать. Но поскольку мы очень хорошо с вами прорабатываем в данный момент скуловую мышцу, а она у нас контактирует с щечными мышцами, то есть мы фактически всю щечную область, то, соответственно, опосредованно мы моделируем и овал лица. И еще один момент, такая подсказочка, хоть и не тема нашего упражнения, но опять-таки из гимнастики. Я говорила, что можно отмоделировать проблемы в области глаз, особенно гусиные лапки или морщины по нижнему веку с помощью упражнений, которые затрагивают другие группы мышц лица, например, лоб или ту же самую скуловую. То есть когда вы, я вам сейчас покажу еще, но сделаю акцент, когда я делала это упражнение, улыбалась, у меня вот здесь напрягалась. И, соответственно, поскольку скуловая мышца все равно контактирует с круговой мышцей глаза, то есть хочешь, не хочешь, но круговая мышца глаза тоже включается в работу. Усилить вот эту самую проработку области глаз можно, выполняя это упражнение и удивляясь, удивляясь, вот удивляясь. Поэтому я вам покажу сейчас упражнение, которое поднаправлено, еще раз, мы будем улыбаться, удерживая бутылку, прорабатывать и скуловую мышцу, и в то же время мы сейчас подключим параллельно круговую мышцу нашего глазика, которая поможет нам избавиться от морщин варенеток, от морщин в области верхнего и нижнего века, подтянет верхний уголок, наружный, простите, уголок глаза, так, вверху, приподнимет наружное, господи, верхнее веко, простите, уже, да, и, то есть, моделирует линию бровей. Вот, вот, все, да, оказалось бы, делаем одно и сколько всего решаем. Поэтому сейчас я это же упражнение сделаю с удивлением, показываю. И достаточно. Так что вот такие вот некоторые нюансы и тонкости, с которыми я с вами поделилась, простите, действительно, начинаешь заговариваться, потому что мышцы лица приходят в такой тонус, в такая проработка для них, поэтому вы молчите, пожалуйста, делайте. Ну, а в следующем ролике я покажу, как еще можно с помощью некоторых упражнений с бутылочкой скорректировать, ну, скажем так, такую проблему, вот мы будем делать акцент, как морщины марионетки или маска скорби. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать, или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.